Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Разрешите поблагодарить за возможность выступления, за что пригласили на эту редкую сессию, посвященную редким заболеваниям. Действительно, она нечасто. И каждая сессия действительно цена для и лекторов, и для слушателей. Передо мной поставили задачу рассказать, есть ли возможность интенсификации системного лечения в группе промежуточного неблагоприятного прогноза. Надо начать с того, что в настоящее время, собственно, если мы говорим об эпохе уже современного лечения, когда большинству пациентам назначаются депозиты со сплотинсодержащей схемы терапии, то у нас выживаемость пациентов становится намного выше или стала намного выше по сравнению с первоначальными данными, когда была представлена первая раз в 1997 году классификация GCCG, которая была основана на различных режимах терапии. И мы видим, что, например, касаемо группы неблагоприятного прогноза, то выживаемость в настоящий момент, пятилетняя общая выживаемость группы неблагоприятного прогноза, увеличилась с 48 до 67% в современных условиях. Если же мы говорим о группе промежуточного прогноза, то ее увеличение скромнее выживаемости пятилетней, с 80 до 89%, но тем не менее 90% больных, по сути дела, в течение пяти лет живы. Это очень хорошие результаты только благодаря уже современному лечению, современному лечению обычным схемам включения метапазида и цисплотина. Интересно, что попытки обновления GCCG для определения более точного прогноза также были проведены. В этом году как раз эту работу представлено, в том числе и наш институт принимал в этом участие. И здесь в итоге пришли к формированию таких номограмм отдельно для пациентов без висцеральных нелегочных метастазов и отдельная номограмма для пациентов с висцеральными нелегочными метастазами. Они более правильно или более точно предсказывают трехлетние показатели выживаемости без прогрессирования у пациентов, которым проводится уже современная химиотерапия, нежели если мы ориентируемся на показатели старой системы GCCG. Но, тем не менее, большинство исследований, о которых я буду говорить, основаны на выделении пациентов неблагоприятного и промежуточного прогноза, основанном как раз на старой системе распределения по прогнозам больных. Итак, новые режимы или новые препараты, которые мы могли бы рассматривать в лечении пациентов в первой линии неблагоприятного и промежуточного прогноза. Я буду концентрироваться на наиболее крупных работах из-за недостатка времени. Первая адомизированная работа была по изучению добавления поклитоксела к режиму B. То есть, именно известный режим T-B, сравнили его с классическим вариантом. БЭП у пациентов именно с промежуточным прогнозом по GCCG. Более 300 человек было рандомизировано. При этом авторы хотели увеличить показатели трёхлетней выживаемости без прогрессирования на 10%, с 75% до 85%. Они показали, что добавление токсанов к БЭП значимо усиливает токсичность, причём не только синтологическую, как оказалось, но и мукозиды. Мы видим, что частота мукозидов увеличилась в 3-4 степени с 2 до 9%, а диареи в 3-4 степени с 2 до 9%. Поэтому формально режим довольно токсичный. И практически, хотя когда мы применяли этот режим, мы, скажем, постоянно не назначали в данном режиме колоннестимулирующие факторы, в дальнейшем пришли к этому. Но главное – показатели выживаемости. Обратите внимание, что по этому рандомизированному исследованию авторы на всей популяции больных несколько улучшили выживаемость без прогрессирования, а на больных, которые имели именно промежуточный прогноз, потому что этим были ошибки с включением больных, вот eligible patients, они значимо улучшили выживаемость без прогрессирования. Но, к сожалению, общая выживаемость ни на общей популяции, ни на eligible patients, они не улучшили показатели общей выживаемости пациентов. Поэтому данный режим не используется в лечении наших больных. Мы также пытались в нашем отделении применять режим ТИБ в рамках 2-го нерандомизированной фазы. Если сравнивать результаты, непосредственные результаты эффективности по счетам полных эффектов или неполных эффектов, маркер негативных, по сравнению с другим высоко, скажем, интенсивным режимом СИПОП с последующим ВЭПом, либо классическим ВЭПом, то мы видим, что в принципе различий действительно даже по непосредственной эффективности мы не наблюдаем. Хотя токсичность, конечно, вот этих более интенсивных режимов высока. Поэтому тоже мы пришли к выводу, что этот режим применять не стоит. Интересна была попытка по имплементации в первой линии терапии в группе неполгоприятного и промежуточного прогноза режимов второй линии, теми нам любимого типа, эпоклитоксилов и сфамидсисплотина. Это произошло сначала в рамках второй фазы исследования. Авторы показали, обратите внимание, в группе именно промежуточного прогноза, значит, большой процент выраженных эффектов на уровне 67% в плане сочетания полных клинических, полных эффектов на химиотерапию и сочетания полных эффектов, которые мы добавляем за счет еще присоединения хирургического компонента. И, в принципе, когда посмотрели на графики выживаемости, именно для группы промежуточного прогноза были получены очень высокие значения до уровня 90% трехлетней выживаемости без прогрессирования. Для неблагоприятного прогноза этот показатель находился на уровне 62%. И это сподвигло исследователей инициировать третью фазу рандомизированной работы по сравнению типа и БЭПа в группе промежуточного и неблагоприятного прогноза. Но при этом промежуточного прогноза, если был в качестве, так скажем, неблагоприятного фактора, выступал только уровень ЛДГ, здесь был некий модификатор, собрали не полторы нормы, а три нормы. Что авторы показали? Что никакого значимого улучшения по выраженным эффектам комбинации полных эффектов и маркер негативных частичных эффектов по сравнению с БЭПом нет. Абсолютно одинаковый показатель. 76 и 73% соответственно между типом и БЭПом. Выживаемость без прогрессирования была абсолютно одинаковая на любых из временных точках наблюдения за пациентами. Поэтому мы могли сконстатировать после этой работы, что БЭП остается стандартным терапией. Тогда придумали что-то новенькое, решили дозу уплотнить БЭП. То есть давать его не раз в три недели, как мы привыкли, а раз в две недели. Первая фаза данного подхода была изучена группой авторов из Австралии и Новой Зеландии. И они, собственно, и в Великобритании показали, что в принципе данный подход переносим. Да, токсичность выглядит несколько выше, но главное, что эффекты есть. При этом из 16 включенных пациентов только трое запрогрессировали. Вторая фаза дала тоже несколько обнадеживающие результаты той же группы исследователей. И авторы показали, что в группе промежуточного прогноза частота, так скажем, прогрессии была на уровне только 6%. То есть 94% не запрогрессировали. Это было очень неким таким позитивным моментом. При этом токсичность была относительно приемлемой и было создано условие, что мы можем делать третью фазу исследований. Когда мы пробовали проводить вот этот режим БЭП раз в две недели, дозу уплотненный, так скажем, и сравнить его результаты с ретроспективно с БЭПом классическим, то мы обнаружили, что непосредственная эффективность в принципе абсолютно одинакова и не различается между группами, которые получали дозу уплотненный режим или группой пациентов из контроля, которые получали БЭП. Когда мы посмотрели на графики, да, они выглядели очень красивыми, аналогичными, как и других исследований с дозу уплотненным БЭПом. При промежуточном прогнозе аж 90% больных имели трехлетнюю выживаемость без прогрессии. Много это или мало? Когда мы посмотрели с данными по эффективности БЭПа до 2003 года, то график выживаемости был аналогичный. После 2003 года к нам стало больше прислупать больных уже тяжелых, это, соответственно, изменило нашу кривую. Но так или иначе, если мы берем общую популяцию, то мы не увидели такого значимого суперэффекта дозу уплотнения БЭПа. Но тем не менее, в настоящий момент проводится рандомизированное исследование по сравнению стандартного БЭПа в первой линии пациентов с неблагоприятным промежуточным прогнозом и безуплотненного БЭПа. Четыре курса каждые две недели облимицин дается еженедельно. Будем надеяться, что будет улучшена на первом этапе хотя бы частота ответов с 59% до 80%. Это, если произойдет, будет уже вторая часть этого исследования, которое нацелено на улучшение показателей двухлетней выживаемости без прогрессирования. У нас есть еще высокодозная химиотерапия. Интересна она тем, что в герминогенах опухоли в первой линии лечения она, в принципе, по результатам рандомизированных работ ничего хорошего не дала. Никакого улучшения на общей популяции больных в этой работе еще публикованной в 2007 году не было. Мы видим, что здесь применение одного курса высокодозной химиотерапии после двух индукций в группе промежуточного прогноза ничего не дало, а в небольшом количестве больных 39 и 32 в сравниваемых группах. Некоторые улучшения показателей общей выживаемости в группе неблагоприятного прогноза. Пошли дальше. Исследование РТС было запущено третьей фазой, которая проводила собственно также сравнение четырех БЭПов и одного курса индукции, одного курса высокодозной химиотерапии по схеме ВИП у пациентов с неблагоприятным именно прогнозом, который по предыдущему исследованию якобы должны были выиграть от высокодозного подхода. Но ничего подобного, общую выживаемость мы видим абсолютно одинаково сравниваем в группах. Но эти исследователи пошли дальше, они попытались выделить подгруппу больных с неблагоприятным снижением маркеров. Что интересно, такие пациенты есть, то есть в течение первого курса неадекватное снижение маркеров идет, и вот здесь, если проводишь высокодозную химиотерапию, то получаешь все равно те же самые данные выживаемости, в частности, двухлетней выживаемости бессобытийной, такие же, как и в группе БЭПа. Абсолютно различий нет, то есть интенсификация даже в этой подгруппе больных ничему не приняла. Другое исследование высокодозной химиотерапии, четыре курса БЭПа против двух курсов индукции БЭПа и одна высокодозная химиотерапия, опять же, в группе промежуточного неблагоприятного прогноза, показало отсутствие какого-либо эффекта одного курса высокодозного лечения. Опять же, эти авторы сделали под анализ в зависимости от скорости снижения маркеров, и мы здесь увидим, что есть улучшения от одного курса высокодозной химиотерапии после двух индукций БЭПа в отношении выживаемости без прогрессирования, но, к сожалению, значимо улучшить показатель общей выживаемости авторам не удалось. Может быть, это связано с небольшим количеством больных, но так или иначе даже в этой подгруппе улучшений не было. И вот эта вот индивидуализация в зависимости от скорости снижения маркера, так называемый персонализированный подход, также попытались уже проспективно валидировать в рамках рандомизированного исследования. Авторы из Франции, большая группа, они проводят разные исследования по опухоли-мочеполовой системе, в том числе при опухолях герминогенной, при герминогенном гистотипе. Они отобрали 250 больных с неблагоприятным прогнозом по EGCCG, проводили один курс БЭПа и смотрели динамику маркера, который был перед началом лечения и перед началом вторым курса. Если было удовлетворительное снижение, продолжали БЭПа, в случае удовлетворительного снижения уже пациентов рандомизированы. Либо на 3 БЭПа, суммарно было 4 курса, либо же на дополнительно 4 курса дозапенсивной терапии, которая включала в себе ТИП БЭП с аксалеплатином, и 2 курса, а затем 2 курса с плотиной, фосфамида, блеамицина. И что авторы получили? Они отметили, во-первых, что вот это неблагоприятное снижение маркера наблюдалось у пациентов с локализацией опыта в средостении, с высоким уровнем ХК, а также с плохим соматическим статусом. Но, если мы смотрим на показатели эффективности данного подхода, авторам удалось улучшить выживаемость без прогрессирования от антенсификации лечения, но не общую выживаемость. При этом интересен под анализ, что как раз у пациентов улучшение было у пациентов с наличием висцеральных метастазов, но при этом при локализации опухолевых средостений, где, собственно, и основное замедление идет снижение маркера, улучшить показатели выживаемости авторам не удалось. То же самое эффект реализовался при невысоком уровне ХГ. Через два года они обновили данные общей выживаемости, подтвердили, что пятилетняя выживаемость без прогрессирования улучшается, а вот выживаемость общая по-прежнему различия, если есть, то они недостоверны, статистически незначимы. Интересно, что в случае прогрессирования после БЭПа чаще удавалось проводить высокодозную химиотерапию, нежели после дозы интенсивного лечения. Но нужно понимать, что кроме возможности определения снижения уровня маркеров по критериям французов перед первым курсом и в конце первого курса, что это еще и американский подход определения динамики маркеров, считаясь с седьмого дня первого курса и до конца второго курса, как бы исключая вот эту вспышку подъема маркеров в начале лечения, так как идет туморлизис-синдром. И вот этот подход оба-два были американцами соответственно валидированы. Вот на тех данных, где сравнение было БЭПы и типа в первой линии лечения, они обнаружили, что вот этот французский подход по определению динамики маркера, он хорошо работает в группе промежуточного прогноза, но неблагоприятного прогноза. В группе неблагоприятного прогноза различий даже прогностических от вот этой динамики не получено, если пересчитывать скорость снижения по французской модели. А вот если мы пересчитываем по американской модели, она хорошо определяет прогнозы в группе промежуточного и неблагоприятного прогноза. Но так или иначе, вот эта вот партицинификация определения прогноза по скорости снижения, мы можем этот тезис увидеть и в европейских рекомендациях ЭСМО, где говорится о том, что да, было такое исследование ГИТУ, что да, больных прогноз лучше, если плохо снижается маркер, но менять лечение или менять, по сути дела, никто не знает, потому что эксперты абсолютно по-разному оценивают эти результаты. Кто говорит, что негативные, кто-то говорит позитивные. Если мы берем Европейскую Ассоциацию Урологов, то они тоже говорят о том, что в принципе, да, надо что-то делать, но что, не знаем, вроде как доза интенсификация должна помочь при таком эффекте. Хотя, если у нас вспомним исследование с аксоскодозной химиотерапией, ничего хорошего не получилось даже при неблагоприятном снижении. Ну и в принципе, такое изучение скорости динамики маркеров мы тоже в свое исследование провели, Алексей Александрович в диссертационной работе, собственно, и показал, что да, мы можем смотреть на динамику маркеров по французской системе, и в принципе, она работает в качестве определения прогноза именно в группе промежуточного по CCG прогнозу, в группе неблагоприятного прогноза, собственно, так же, как и американцы ранее показали, никакого эффекта нет от определения динамики маркера. Увеличение числа курсов, а мы раньше делали, если вспомнить, там, 4 курса БЭПа, если маркеры еще оставались позитивные, 2 курса ИПИДа делают, сейчас этот подход не реализуется нигде, но мы этих больных взяли, оказалось, что никакого эффекта от увеличения количества курса при адекватном снижении маркеров тоже не идет. Но, тем не менее, была инициирована клиническая апробация как раз по возможности имплементации вот этого подхода персонализирована у наших герминогенных больных. То есть после одного курса БЭПа при неадекватном снижении маркера в случае промежуточного и благоприятного прогноза GCCG пациентов давали 4 курса типа. И, в принципе, исходили из того, что нужно уменьшить риск прогрессирования где-то на 40% до бисхазартреша 0,6. Что у нас получилось? Мы пока представляем данные по нашему отделению, вот тех 18 больных, которые были пролечены за эти 2,5 года. Мы видим, что, в принципе, в основном это были опухоли яичка, одна была опухоль средостейня. Но если мы смотрим по непосредственной эффективности, то частота выраженных эффектов составила 72%. То есть если мы суммируем полные эффекты и частичные эффекты, маркер негативный. Много это или мало? Если мы вернемся к исследованию YouTube, то мы увидим, что там данный показатель находился на уровне 36%. Вроде много. Но если мы посмотрим на исследование тип или БЭП в группе пациентов с промежуточным и неблагоприятным прогнозом, то здесь было где-то 76-73%. То есть такое же. Но мы это в группе неплохого снижения маркера. Поэтому здесь, может быть, действительно доза интенсивность у этих пациентов как-то сработает. Если смотреть на непосредственную эффективность уже по резидуальной опухоли, 33% больных имели жизнеспособную опухоль. По выживаемости я данные представлять не буду, потому что запланировано их обсчет, только если 80% больных выйдут за период наблюдения более года. У нас пока медианное наблюдение 5 месяцев. Один пациент запрогрессировал, и он же погиб. Но, по крайней мере, на настоящий момент мы, собственно, находимся пока на тех же позициях. У нас есть БЭП, он является стандартом в группе промежуточного благоприятного прогноза. И, в принципе, замедление скорости снижения маркера мы пока можем рассматривать как прогностический признак. Но изменять лечение по данному пункту мы не можем. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok